Мы расстались. Поэтому не стоит делать из этого тоже что-то. Я вот не согласен с таким решением, что я теперь здесь только с Ябаровым буду жить. Но я не собираюсь никуда прожать. Ты вчера сказала, что вы помирились, а сам говорит, что нет. Прикинь. Вот что-то бедное каких-то наворотило. Лен. Я больше не буду. Чего больше не будешь? Где твои изменения в лучшую сторону? Да блин, эта девочка пришла, мне голову снесло, Марина. Так она просто пришла. Во-первых, слушай, когда... А меня просто не спротили. Когда она пришла, вот все реально... У вас был какой-то конкурс, вы танцевали. А мы обсуждали. И все как один, все парни сказали, что Лена по внешности вообще просто небо и земля. Еще Орлова спрашивает, а что не так с этой Катей? Что не так? Никто не говорит, говорит, но Лена лучше. Даже Шоке, которая сидела с Марго, он такой говорит, ну вот Лена, я смотрю на нее, слышишь, Марго, я же почему еще плакать начала? Да, она расплакалась. Она расплакалась, так он говорит, я смотрю на Лену, она просто, ну вот куколка, все, носик, волосы. Это так шоке сказать. Приживой Марго сити. Вот эти глазки Марго спрашивает просто. А он же забыл, что он в паре, а он начал, говорит, там прям куколка и рост. Он говорит, Катя, короче, вообще, а она говорит, а что с Катей не так? Говорит, ну, что-то какой-то, да, нос там длинный. Поэтому она тебе вообще не годится ни в какую конкуренцию. Да просто вчера же объявили то, что Лена может полететь на Сейшелы и сам согласился. Прикинь. Вообще. Почему? Психонит. Что, он, знаешь, уже взял свое постельное белье и пошел в мужскую. Но настроение у него нормальное, или он в маске. Чего-то там ржет. Так он вчера вот лег в коридоре. На диване спал. Я говорю, Лена, принеси ему подушечку, там поцелуй что-нибудь. Я донесла одеяло, он меня спросит, ты принесла одеяло? Я говорю, да, мне было в нем жарко. Что, переезжаешь в женскую или будешь ждать его в ВИПе? Буду ждать. Сколько? Сколько потребуется. Не сомневался. Так может, тогда и не отпускать его? Ну, пусть сам решает. Все говорят то, что я решаю, пусть вот он решает. Да ну, в том-то дело. Это какое-то кокетство с его стороны. Сегодня отдохнусь, катаюсь. Чего? Отдохнусь, катаюсь по городу, по куражу маленько. Зевчонками? Конечно. Получится. Если у тебя любовь к Лене, зачем все портить? Да, ну, что за любовь такая, реально? Вот я начинаю... Я сегодня пытался анализировать. Ну, реально, больная какая-то любовь. Все к одному будет сводиться. К таким вот ссорам. Просто потому, что Лене нужна эта энергия. Вот надо. Лен, ты отпускаешь Саймона в клуб? Я вообще даже не буду в это лезть. Пусть он делает, как хочет. Если ему нужно сейчас выдохнуть, я только за. Ну, там девчонки будут выдыхать с ним. Я знаю, что Саймон не подонок. И он так не сделает. Вообще подонок. Он с тобой расстался, все, с другой девушкой. Он же тебе изменился, Марго? Да. Ну, не подонок же. Я так понимаю, Лен, что бы ни сделал Саймон, ты все равно уверена, что он вернется. Поэтому ты находишься в веб-доме и ждешь его обратно. Так? Я уверена, что он не будет совершать глупых поступков необдуманных. Потому что Саймон разумный человек. Он мельный мужчина. Я же выбирала себе не подлеца какого-то, отвратительного слабака, если он такой. Что ты сейчас пытаешься манипулировать? Я как раз-таки возьму и от обратного сделаю. О! Вот что ты сейчас пытаешься? Возьму и сделаю назло. Можешь идти трахнуть Катю. Кать! А что ты там стоишь? Кать! Я наблюдаю. Тут предложение творческое поступило. Какое? Поволшебничать с тобой. Сейчас такой разговор был. Так. Не мной это сказано ребятами, что можно пойти с тобой поволшебничать. Угу. Саймон. Угу. Чтобы на крест отрубила от Лены. Что, согласна? Пойдешь? Снимай штаны. Смотри, смотри. Он готовится уже. Смотри, он тебя привлекает. Причем он предложил... Саймон предложил это сделать в ВИПе, в их комнате. Нет, вы в комнате делать не будете. А в какой пойдешь? Я сейчас любую освобожу. Хоть в блюминкран себе выглядел. Офигеть. Вы сами это предложили. Пойдешь? Пойду. А что? А потом после этого не говори, что я тебя шлюхой не называю. Осталось только Саймона забрать. Я тебя. Саймон, что, идите? Ну все, пока. Как бы удачи. Налаживается? Срёвывается. Да что, Саймон? Что, Катя, как любишь? Нет, смотри, интересуется хотя бы... Хоть я тебя составил, а? Культурный человек интересуется. Хоть я тебя составлю. Хоть составляй. Не убежать же, а? Ну там высети, как, что там... Что, Венда, происходит у вас? Ну что, ты на зло сказал ей? Конечно, на зло. Просто понимаешь, чтобы делать это без каких-либо чувств... В смысле? Да я... Нет, это понятно. Саймон, я сейчас прикалываю и стою. Нет, ты подыграла, это все. Я это все понимаю. Сейчас как бы вот она ходит, там злится. Я все понимаю. У тебя что-то поддержали. Просто я как бы сейчас... Ну, ты понимаешь. Я тебя вчера услышала. Все, я сейчас без отношений, все. Я думаю, ты меня услышала, я тебя услышала вчера. Конечно. Я на тебя не наступаю, не сигаю, не давлю, не прихожу к тебе там голый, раздетый, на глаза тебе не бросаюсь. Но то, что я сказала, это так и есть, это так и будет. Ну, если он изрядно подопьет, он тебя все равно не трахнет, Катя. Как будто я прям уже... Поэтому не надеюсь. Ты так радостно, ты думала, у тебя сейчас трахнут? Да. Слышишь, я уже пошла белье. Я же с собой белье. Сходи, да. Потому что он тебя все равно не трахнет. Ну, не трахнет. Уже готовая раздеться, понимаешь? Не трахнет, Катя. Уже без нижнего белья. Не сможет он тебя трахнуть, понимаешь? Он эстет. А ты говно. Какая срубая Елена. Нет, что. Мы не из трусливых. Правильно. Что ты говоришь? Правильно я сам по себе. Мы посмеялись. Это просто банальные шутки, блин. Про секс и так далее. Кто сверху будет, кто снизу? Ага. Кто сверху будет? Не знаю. Уступать, не уступать. Я просто сейчас Саймона видел. Он сейчас поднимался, просто улыбался. Он, наверное, посмотрел, улыбается. И идет туда. Ну, ты понимаешь, как бы в сексе все равны. Но тут характер. А у меня он не мягкий. То есть ты жестко волшебничаешь, да? Ты про это? Не знаю. Я потом у Саймона спрошу. Скажи, что там было. Где? Ну, что она рассказывает? Ну, кто будет сверху, а кто снизу. Реально? Я никогда Саймона не прощупаю. Это у нас Саймон Марданшин. Будь добр, Саймон. Ладно, Катя, я сейчас не в отношениях и к новым отношениям не готов. Лена, Лена, успокойся. Что происходит? Что случилось с Еленой? Я пока не понимаю. Что происходит? Лена, что ты делаешь? Катя, ты можешь посоревнуешься с Еленой, нет? Нет. Раздеваться я буду. Она предлагает красное боди, другая раздевается. Саймон, да ты сам МЭС, я тебе могу сказать. Ого! Я знал, что Лене давно, пора ополоснуться. Мне не холодно. Пусть леденит до кончиков волос. Здесь Лайт могла б раздеться полностью. Согреет все равно к тебе любовь. Не дай остыть. Горячие ладони сейчас твои как никогда нужны. И если ты один, то знай, мне больно. То знай, что у меня не жизнь. Не выходи за мной. Давай проучим беса, который помешал тебе меня принять. Во мне есть триста недочеловеков. Есть омут. Но это он мне подсказал любить тебя. Все, Лена, давай, обувайся. Обувайся серьезно тебе говорю. Саймон, Лена на все ради тебя готова. Лена очистила свою душеньку от бесов. Я считаю, это поступок. Саймон, а теперь тебе нужно ее согреть. Душа, Сэм. Это поступок, Сэм. Не стесняйся, подходи. Но ты рядом с Саймоном или нет? Я рядом с Саймоном. Саймон, скажи мне, пожалуйста, Саймон, ты кого выбираешь? Девушку в купальнике или девушку в боди? Ребят, я один. Ты один, да? Да. Ты ни с кем. Мы все одиночки. Я тебя услышал. Всех одиночкам у нас идут. Сэм, ты что, серьезно? Серьезно. Ты что думаешь, я с тобой в игрульки, что ли? Честно, я смотрю вот на это все. И знаешь, что у меня какие мысли? Ты думаешь, я с тобой в игрульки, что ли? Сэм, знаешь, какие у меня мысли? То, что ты просто не хочешь брать ответственность, чтобы меня на Сейшела отправили, и чтобы ты тут делал, что хотел. Вот, о чем я думаю. Ну, думаю, что хочешь. Чего я должен сейчас реакцию дать? Тогда скажи, как есть. Нет, у тебя не реакция. Серьезно. Хорошо, без реакции. Сэм, у меня тоже терпение не железное. Ты меня сейчас испытываешь? Ты издеваешься надо мной? Ну, плевать, пусть, значит, не железное. Ну, пусть. Делай, что хочешь. Я даю тебе простор. Делай, что хочешь, Лен. То есть ты вообще не хочешь меня потерять? Ты думаешь, ты можешь меня потерять? Мы с тобой расстались, все. Мы потеряли друг друга. Все, Лен. Все. Все? Я могу новое отношение начать? Да, все. Мы потеряли друг друга. Хорошо. Хорошо. Да что бы я сделала такое? Я не понимаю. Что я сделала такого, чтобы... Да что я сделала такое? Что? Идеальный. Ты идеальный. Я... Ты идеальный. Начать хочется, естественно, с Саймона и Лены. Саймон вчера вечером сообщил о том, что... Все, с Леной это точка, он с ней никогда не будет. Но что мы видим? Во-первых, мы видим ребят, которые снова сидят вместе. Во-вторых, мы видим Саймона, который почему-то не переезжает в мужскую спальню, а все время трется в вип-доме и, видимо, чего-то ждет. Наверное, чтобы его Ленка нам как-то позвала или какие-то гарантии дала, то есть, чтобы воспитать на момент все же. Вот, Саймон, чего мы ждем? Постельное белье я взял, все, я уже в мужской спальне живу. Вещи я постепенно перенесу. Постепенно это как? Это в течение пары недель? Нет, сегодня я просто отдыхать еду, и поэтому мне... Саймон, просто ты смотри, если ты расстался с Леной, но еще в глубине души до сих пор ты как бы этого не хочешь, ну так ты прямо тогда откровенно и скажи. Я же не за то, чтобы ты обязательно жил в мужской спальне. Если вы расстались, ты должен там жить. Если нет, так мозги не пудри, скажи, Лен. Я хочу от тебя то-то, 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 и я вернусь. Да хочу немного уважения хотя бы. Хотя бы немного. Вот прям чуть-чуть. Первое, уважение дальше. Не нужно со мной в приказном тоне общаться. Просто дело в том, что... Убрать высокомерие. Когда она вот с ноткой высокомерия со мной общается, я сразу же, у меня в голове переключается тумблер, и я хочу действовать от обратного. То есть ни в коем случае я не буду делать так, как хочет именно Лена. А она, как она приказывает. Первое, значит, ты хочешь уважения. Второе, убрать высокомерие из Лены. Третий пункт. Или это все? Ну, не надо тянуть из меня вот эти вот негативные эмоции. И я постараюсь поменяться, чтобы подарить ей теплые вот какие-то эмоции. Потому что во мне же тоже есть косяк. Вот действительно, я не давал ей то самое тепло, ту самую уверенность в этих отношениях. Это факт. Но пока мы, так сказать, в этом болоте барахтались, вот этих постоянных ссор, какие-то романтики и приятные вещи, ну, делать просто не хотелось. По поводу уважения. Мужчина, который просит у женщины уважения, никогда его не получит, запомни это. Я это понимаю. Уважение не просят, не выторговывают. А уважение либо мужчина заслуживает в отношениях, либо нет. Раз его нет в твоих отношениях, значит, не заслужил. Второе, высокомерие. И третье, это чрезмерная эмоциональность. А вот здесь существует проблема, наверное, опять-таки же, Саймон, она в тебе. Ты всю свою жизнь, сколько находишься на нашем проекте, выбираешь именно таких женщин. Я понимаю. И примерных, и истеричных. Так извини меня, стоит ли Лене менять это в себе, если это на самом деле то, что тебя больше всего и волнует в ней? Я-то как раз-таки все и понимаю головой, что, так сказать, все циклично, и все будет возвращаться на круги своя. Ну, на самом деле, вот сегодня на языке, на предвариловке она вышла. Вот мне ее так жалко. Она там на такие поступки, там, ради меня, там, да, встает на холодный снег. Вот мне... Не то, чтобы я там скажу, ой, мне так приятно, ради меня, там, женщина. Нет, мне ее жалко. Мне хочется ее вот обнять, пригреть. Но я понимаю, что, ну, все это настолько временно будет, и мы опять вернемся вот к этим взрывным ссорам. Не хочу я просто доводить до этого. Саймон, может, мне нравится просто жертвой быть, а? Да нет, нет. Давай Лену послушаем, которая прячет улыбку сейчас за волосами. Лен. Да. Мальчик хочет уважения, отсутствие высокомерия, и что бы ты его не доводила. Я услышала его и приму к сведению. Я сказала то, что после того дня, когда мы с ним поругались, у нас была жуткая ссора, я многое осознала. Лен, сейчас не те слова говоришь. Вот давай так. Вот если ты хочешь действительно, чтобы вы с Аймоном помирились, то надо не приму к сведению, холодным тоном, абсолютно бесперспективным это говорить, а говорить какие-то слова более теплые, душевные, глядь человеку в глаза. У меня всегда такой тон. Он весь день собирается тусить, потому что понимает, что не в силах сам от тебя уйти. И он надеется, что он сейчас поедет в клуб, встрянет какую-нибудь историю развратную, и все. И у него же как бы на дороге назад не будет. Нет, я могу прощать многое, если человек чувствует вину. То, что произошло на языке тогда, то, что произошло сегодня на ТЭТе, я это спускаю с рук просто потому, что это было сделано мне назло. И если сегодня что-то произойдет мне назло... То ты можешь об этом даже не узнать, Лен. Я Саймона сегодня готов отпустить на всю ночь. Если сейчас, Лена, ты подберешь какие-то слова, и Саймон мне скажет, я не поеду, он не поедет. Если он сейчас мне скажет, я поеду, он поедет. Но при этом, Лен, что будет завтра, одному Богу известно. Влад, я в Саймоне уверена. Тем более после того, как он признался мне в чувствах... Вы поруганы и расстались. Ничего страшного, если он съездит на одну ночь куда-то. Если он на ТЭТе сидит и говорит, Катя, давай займемся сексом... Боже, это потому что я так сказала. А Катя и Рада ноги идет раздвигать. Нет, она ничего не пошла раздвигать, Лена. Сказала, у меня уже там кружевное белье лежит. Все, этот человек вообще для меня не существует. Но тем не менее, если он говорит такие слова, потом едет на ночь в клуб. Но, Лен, у тебя правда что, в голове пуля? Да, Влад, представляешь, у меня в голове пуля, я доверяю своему мужчине. Мужчине, которого я люблю. Саймон, может быть, действительно, ну его этот клуб и сегодняшнюю ночь есть смысл провести в постели с Леной? Нет, я считаю, что нам надо... Саймон считает, что мне надо проучить. Хорошо, я могу терпеть много. Саймон, можешь мне тебя с Катькой отпустить, а? Нет, 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 нет. А ты нет? Нет, Влад, это не надо. Почему? Ну, это лишнее, серьезно. Ну, то есть ты специально троллил Лену на Тетя? Ну, было, да. Возможным сексом с Катей? Чудесно. И сейчас также троллишь этой поездкой в клуб, зная, что ты там тихо в углу отсидишься, два коктейля, выпьешь и приедешь сюда. Могу побольше. Хорошо, 3, 4, 5. Саймон считает, что мне нужно преподносить миллион уроков, чтобы я все поняла. Я поняла все еще после той ссоры с Сэмом. Я все поняла. Не нужно мне этих уроков с Катей, с этим клубом. Просто едь. Просто едь и не воспринимай это как какой-то урок. Ты проверяешь, боюсь ли я тебя потерять. Да, я боюсь. И мне плохо то, что ты съезжаешь. Я бы хотела... Хорошо, давай не будем называть это отношением. Я так скажу. Все, что бы у нас ни происходило, все, что ни происходило, оно все сходит с рук, Леня. Ну, по сути. Как бы ты себя не вела, как бы ты не провоцировала меня, когда я тебя прям прошу, ну, не надо, не надо этого. И ты, самое интересное, ты после этого уверена, что я прибегу к тебе. Что тебе мешает вот так себя вести постоянно? Нет, да очень, не, без прикола, без юмора, клянусь. Вот что тебе мешает быть идеальной для Сэма? Вот сейчас ты идеальная для Сэма. Последние минут 10. Ну, я не знаю. Просто видишь, здесь нет ничего такого. Где? Что, может быть, надо заниматься какими-нибудь экстримальными видами спорта, выезжать куда-то там раз в неделю, у меня будет достаточно. Ну, ну... Я согласна, что мне не хватает. В смысле, прям, ты вот настолько прям... Можете верить. Даже до проекта? А, ну, кстати, что ты не рисуешь? Может, хотя бы мы задали с вопросом? Вот я вообще уже не рисую очень долго. До проекта я ходила через день в зал и каждый день рисовала, каждый день. Угу. Ну, у меня тоже были такие всплески, но не так часто, как здесь. Здесь каждый день я с кем-то прыгаюсь. То есть ты чувствуешь, что слишком много вот этого ненормального? Признаешь? Признаю, не отрицаю. Миша, хотя бы не отрицаю, это уже хорошо. Вы, видимо, на спокойной вот этой волне не можете проблемам говорить, чтобы разобраться, разложить. Вот если сидит третий человек разумный, который может нас рассудить, мы можем спокойно поговорить и высказать друг другу. А если мы начинаем вдвоем разговаривать и высказывать друг другу, то мы начинаем сразу орать. Сразу. Лен, да у тебя... Вот сейчас что паникуешь, что? А? Сейчас что паникуешь? Я не паникую. Паникуешь? Нет. А ты твой лицо явишь, что ли? Ну и что, что у меня лицо такое? Мне вообще не нравится, что у него в башке, блин, просто. Снаряд и все. Вот это мое мнение, я не хочу даже ни на какой компромиссии. Ну что, я маню, сейчас учусь. Она говорит, что когда есть третий человек, когда третий человек сидит, она может и при нем сказать, давай там, типа, может, из помойки будешь жрать. Вот. Рис, будешь что-нибудь? У меня на сцену пришло, утром я не вернусь. Я вот даже высказать не могу, Сэн. Ром, в чем проблема сейчас? Ты можешь высказать, это я Роме сказал, не тебе. Ром, в чем проблема? Я негативно настроен, это определенно да, только вопрос, почему. Я не понимаю, что я сейчас сделаю. Я просто считаю, что у тебя никакого сознания не произошло вообще. Что я сейчас сделаю? Мне даже обидно, Сэн, что я сделаю? Нет, что, плачь. Не могу уже больше, ну что я сделаю? Я даже начну... Все, тормози. Да? Что так? Не доводи ее, Сэн. Гоня. Сейчас что случилось? Ну, что? А что ты вы, это, вы... Просто, понимаешь, она сейчас говорит, Стеллит. Конечно. Стеллит? Стеллит просто. Она даже не понимает, что произошло, из-за чего все началось. Лен, прости, что обидел тебя, слышишь? Спасибо. Спасибо, что приготовил, вкусно все. Лен, завтра приеду, поговорим. Слышишь? В смысле, нам завтра прям очень серьезно надо поговорить. Слышишь? Угу. За сегодня выводы какие-то сделать. Правда, это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова